шалом братья и сестры пусть господь сильно наполнит каждого из вас даст больше любви мудрости и больше и больше жажды познавать его святого и его пути во имя еще царя славы пусть высвободится еще больше и сильнее сила его святого помазания его святого присутствия пусть отец сын и говорит с нами сегодня то что он хочет нам открывать и пусть слово которое будет течь с его престола с глубин его сердца в его сыне еще глубоко и сильно касается каждого из нас наполняет каждого из нас его славой его присутствием его обновлением освежением для каждого из нас ищем и на рынок и рынок египет и кто нуждается его восстановлением кто упал его полным восстановлением после падения и будем всегда помнить что как бы ты не упал а не разбился бог любит тебя и тебе надо бежать срочно и быстро к нему аллилуйя сегодня буду делиться о том что дух святой открыл мне и буду делиться этими как бы познаниями этими крупицами этими бриллиантами которые господь осыпает на нас буду раздавать их и кто примет эти бриллианты драгоценного слова божьего тот будет я верю еще более наполняться мы все рождены для того чтобы отдавать то что в каждого из нас вкладывает отец сыне и теми дарами тем призванием которым дает каждому из нас чтобы мы это всегда отдавали и по мере того как мы это отдаем не держим это в себе бог будет наполнять каждого из нас все сильнее и сильнее сегодня буду делиться ослышание голоса божьего что надо для этого и почему многие люди они как бы сомневаются слышат они бога или не слышат они его или как бы правильно сказать или чтобы никого не обидеть не затронуть буду говорить как если ли почему многие очень долгое время его не слышат или не слышат его вообще и о том буду приводить место из писания и пункт за пунктом с помощью духа святого говорить то что он открывает это что положил на сердце мне сегодня говорить святое письмо исход 3 глава с первого стиха моисей по советству и афора тесте своего священником одиамского однажды провел он стадо далеко в пустыню это место я повторю второй раз однажды моисей провел стадо свое далеко в пустыне и пришел горе божией хари ему и 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 одновременно с этим идет пророческое понимание того, что я сейчас буду вам говорить. Это имеет пророческое признаменование и пророческий призыв именно для сегодняшнего времени. И Бог хочет, чтобы многие обратились к слышанию Его голоса. И сбросили в себя путы различного неверия, малодушия и всякого другой амбициозной шелухи, плоской шелухи. Я только что зачитал вам первый стих третьей главы Исхода. И сделал акцент на месте, где Моисей ушел далеко в пустыню, повел свое стадо. И пришел к горе Божьей Хариву. 12 лет назад, может 11,5, в 2009 году, я находился в длительном 40-суточном посту. Господь диктовал мне определенные пророческие откровения, а потом вышла книга «Сердце апостольства на Украине». И там в одном из откровений, в одной из глав, которые мне диктовал, я получал о строгости Божьей, о строгости Божьей пустыни и так далее. И также зачитал сейчас пример это местописание, что Моисей повел далеко стадо в пустыню, а потом пришел к горе Божьей Хариву. Если ты сегодня, дорогой друг, брат или сестра, очень долгое время находился в определенном комфорте и не распял свое «я» перед Господом, не распял свою плоть, не умер для своего «я» и не вошел в пустыню, да, в эту пустыню Божьей строгости, ты никогда не подойдешь к горе Божьей, как когда-то подошел Моисей. Сегодня ты скажешь, ну это же был Моисей, великий человек. Но через кровь Завета, через Сына Божьего, каждый из нас, и ты, также в том числе, дорогой друг, можешь сегодня приходить к Нему, к Его Божьей горе и вкушать Его святые откровения, наполняться источниками Его славы, возрастать в духе и приумножать, приумножать более в себе познание святого. Я пророчески говорю вам, что сегодня, если ты долгое время не слышал Его голос, если ты где-то путался, тебя носило где-то в ветре каких-то учений, там прошло учение процветания, там учение исцеления, там учение еще чего-то, там еще, но так до сих пор ты и не слышишь голос Божий, но тебя так до сих пор и носят где-то, и в результате, может, ты пришел вообще к какому-то опустошению и к потере веры, то знай. Сегодня пришло, наступило твое время, сегодня как раз наступило то время, посреди этого всеобщего хаоса и тьмы, Бог призывает тебя войти в Его пустыню, в пустыне Его строгости, отделиться от этого мира, и Он тебя тогда приведет к своей горе, на которую впоследствии ты поднимешься и начнешь вкушать и наслаждаться Его откровениями, и ты будешь пить на этой святой горе откровения из источников Его славы, ты будешь пить из Его рук настоящую вкусную небесную родниковую воду, и будешь наслаждаться ею, и не будешь жаждать. Он напоит тебя в сыне до краев. Если ты сегодня до сих пор не слышишь Божий глаз, или тебе казалось, что ты слышишь, но ты уже давно пребываешь в вере, но ты видишь, что у тебя идет проигрыш за проигрышем, то тебе надо сегодня серьезно задуматься. Ответ на твой вопрос только один. Тебе надо войти в пустыню, далеко уйти в пустыню, чтобы подойти к горе Божьей. У каждого из нас есть своя Божья гора в нашей жизни. И рано или поздно нам придется подойти к ней, а потом и взойти на нее, как когда-то это сделал Моисей. И сделаешь ты сегодня это, или не сделаешь это, твой выбор. Если ты хочешь слышать его, тебе надо отделиться и войти в пустыню, и пройти пустыню его строгости, пустыню его славы, и он тебя приведет к своей горе. И в этой пустыне он тебя очистит, он тебя начнет освещать, он начнет тебя наполнять. Опять возвращаемся к теме очищения и освещения. И он начнет более и более тебя приближать к себе. И когда ты полностью приближешься к его горе, он скажет тебе, взойди, сын мой или дочь моя. Но до восхождения на гору у нас есть еще несколько других реально очень могучих шагов. Стих второй из этой же главы, исход третья глава. И явился ему ангел Господень, да, Моисеев, в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Сейчас это будет касаться немного другой категории людей, а может это коснется и тебя. Ты уже прошел пустыню, или как тебе это кажется, подошел к Божьей горе, но тут резко на твоей пути появился огонь. Огонь различного рода испытаний. А кто-то и начал видеть ангелов, как увидел Моисей. А кто-то не видит своими духовными очами ангела, потому что в чем-то сердце ожесточилось, или в чем-то сердце просто очерствело в грехе. И Бог тебе говорит сегодня, что войди в славу моего святого присутствия, подойди к моему горящему терновому кусту, который горит вечно, он не сгорает. Господь тебе говорит, подойди сегодня. Но многие из нас, или из вас, как вам лучше будет это слышать, боятся подойти к славе этого горящего тернового куста. А знаете почему? Потому что вы, некоторые из вас, я говорю сейчас за определенную категорию людей, знаете, что когда вы приблизитесь к этой славе Божьего огня, там где выйдет ангел Господень, вы знаете, что когда вы близко подойдете, вы не устоите. Вы будете обличаемы во всех ваших делах, которые не от Господа. Он будет разрушать вас все валовые жертвенники, которые вы понастроили сами своими руками, вхождение в вере. Он будет обличать вас в комфорте, в вашем плоском движении, во всем том, что вы строили не от Него. Сегодня этот призыв для тебя. Подойди к славе горящего тернового куста. Может даже ты уже увидел ангела. И видишь хотя бы издали этот огонь, этот призыв пророческий для тебя. Но ты боишься подойти. Потому что Бог тогда начнет говорить с тобой конкретно и проникновенно. Это то, что должно произойти перед твоим восхождением на гору. И твой выбор сегодня. Если ты хочешь слышать Господа, не для того, чтобы там могуче пророчествовать, там, о, там, аллилуйя. Этот человек так пророчествует, такие откровения из него текут. Нет. Бог выбит из тебя всю эту фальшию. Если ты хочешь сегодня слышать Его, и то, что Он хочет лично для тебя, то, что Он хочет сделать через тебя. Если ты сегодня хочешь слышать сильно Его любовь, тебе надо иметь мужество подойти к этому горящему терновому кусту. Ты шел. Прошел даже пустыню какую-то. Но ты боишься идти дальше лишь только по одному случаю. Ты боишься этого Божьего огня в славе горящего тернового куста. Ты знаешь, что подойдя к этому огню, твое сердце раскроется, как на ладони. И тебе некуда будет спрятаться. И сегодня ты стоишь и колебаешься. Войти мне в это служение или не войти. Идти мне дальше за Господом или не идти. Но Бог говорит тебе сегодня. Подойди, как когда-то это сделал Моисей, к славе моего горящего тернового куста. И ты увидишь очами своими, что он не сгорает. И я хочу, чтобы этим огнем подуть на тебя, который внутри тебя не будет сгорать. Ты не будешь перегорать. Но тебе для этого надо подойти. Это второй шаг. Услышьте то, что я вам сейчас говорю в Духе Святом. Если вы хотите слышать Господа. Стих третий. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает. Сегодня ты стоишь, то что я только что говорил, шаг третий. И думаешь, подойти тебе или не подойти дальше. Чтобы Бог начал тебя очищать, освящать еще больше и больше. Наши все дни будут проходить восчищение и освящение. А у кого-то будет так, что прямо искры будут лететь. Если на тебе сильное призвание от Господа. Если ты согласен его принять. Бог будет сильно тебя очищать и освящать. Продых у тебя не будет. Ты никуда не спрячешься от Бога. Он будет тебя чистить и плавить твое сердце. И сегодня есть выбор за тобой. Подойти тебе, посмотреть на это великое явление, на этот огонь Божий. Каждый из вас может подойти к этому огню. Но не каждый из вас хочет это делать. Аминь. Четвертый стих. Господь увидел, что он идет смотреть. И возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я, Господи. Сегодня пришло твое время. Вы слышали то, что Бог говорит через свое слово? Когда Господь увидел, что Моисей пошел к темному кусту. Тогда он к нему возвал. Сегодня Бог ждет тебя. Это следующий шаг. Что ты всем своим сердцем решишься подойти к славе Его огня святого присутствия. И тогда он воззовет к тебе и скажет. Александр. Таня. Валентин. Борис. Артур там. Оксана там. И так далее. Сегодня он взывает к тебе. Подойди ко мне. Я не буду перечислять всех имен человеческих. Вы понимаете, о чем я говорю. Когда Бог увидит, что ты жаждешь, ревнуешь, подойти к славе Его огня, Он воззовет к тебе и скажет. Как Он сказал когда-то Моисею. Моисей, Моисей. Сегодня Бог тебя взывает из среды горящего тернового куста. И Он говорит тебе. Подойди ко мне. Я буду с тобой говорить. Я тебе скажу, кто ты во мне. Я тебе скажу, какое твое призвание. Я тебе скажу, отчего ты долгие годы бегаешь по пророкам и до сих пор не вошел в свое призвание. Потому что ты до всего этого времени боялся подойти к славе Моего могучего огня. Но сейчас ты решился. И я буду говорить с тобой лицом к лицу. Вы слышите, о чем я говорю? Это было дано не только Моисею. По обетованию крови завета каждому из нас дано право слышать Господа напрямую. Следующий шаг. И сказал ему. И сказал Бог. Не подходи сюда. Сними обувь твою и с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Это как бы один из последних шагов, о которых мы будем сегодня говорить. Для того, чтобы вы слышали лучше Господа. И когда ты уже решился всем своим сердцем подойти к славе Его присутствия, к славе Его огня, то Бог тебе скажет. Как он когда-то сказал Моисею. Сними обувь твою и с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Есть одно особенное условие. Для каждого из нас. Если ты хочешь слышать Господа. И Бог тебе скажет. Не подходи сюда. Пока мисс ты полностью не посвятишь все свое сердце мне. Пока мисс ты не снимешь в себя все то, что тебе мешало все эти годы ко мне приблизиться. Вы слышите? Это очень важное условие. Как он сказал Моисею. Сними обувь со своих ног. Ибо это земля святая. Бог не даст тебе возможности приблизиться к нему. Если в твоем сердце есть малодушие, маловерие и другие различного рода нехорошие человеческие факторы, которые взяты от природы лукавого. И сегодня пришло тебе время выбирать. Самый последний шаг. Самый последний шаг. Твой, который ты должен сделать. То, о чем мы сегодня говорим. Полностью посвятить всю свою жизнь Богу. Даже если ты уже согласился подойти к славе Его огня. Он все равно тебе скажет. Не подходи ко мне. Пока мисс ты полностью не отречешься от всего того, что есть в тебе, не от меня. И тогда, когда ты подойдешь ко мне, я начну тебя сильно плавить и чистить еще больше. Ведь чем больше мы приближаемся к Господу, тем в более и более сильную плавильню мы начинаем входить. Дабы Он знает, что мы немощь, плоть. И чтобы нас осветить в своей любви, нам только надо сказать Ему, да, я на все согласен. И я скидываю из себя все бремена. И подхожу к твоей святой земле. Дабы ты очистил меня, полностью осветил. И ввел меня в призвание, то, которое для меня приготовил. Сегодня то, о чем я вам говорил, это есть одни из шагов в слышании Бога. Это одно из самых, я бы назвал важнейших критериев, которым нас должны обучать в пророческих школах, которые Бог сейчас начинает нас ждать. С первого шага до последнего, который я вам озвучивал. Сейчас мы будем вместе молиться, будем молиться по слову, которое я читал. Кто согласен вместе со мной молиться, можете повторять за мной, можете молиться так, как вам будет вкладываться в сердце. Я чувствую очень сильное помазание. И Дух Святой мне открывает, что Он будет касаться людей. Реально. Во время этого видео, во время этой молитвы. И Он будет возвращать того, кто отошел от Его славы уже давно. Он будет возвращать к ней. Он любит тебя сегодня. И Он хочет, чтобы ты без всяких посредников начал слышать Его напрямую. Без гордости. Без заносчивости. Но чтобы то, что Он начнет в тебя вкладывать на этой святой земле. На восхождение, на эту гору Хариф. Чтобы ты отдавал это другим людям. И служил им лишь только в любви. Это есть завет Господа, который мы должны исполнить. Служи только в Его любви. В той любви, когда царь Ишуа, Сын Божий, отдал за нас жизнь. Он отдал ее лишь только в любви. И мы должны отдавать свою жизнь ради служения другим. И в первую очередь ради служения Богу. Лишь только во имя и ради любви. Во имя Ишуа, Сына Царя Славы. Давайте молиться. Дорогой Господь. Я просто устал. Катастрофически устал. Устал сам от себя. Устал от своей лени, если она у тебя есть. Устал от всего того, что мне мешало приблизиться к тебе. Я так хочу слышать твой голос. Я устал, когда я многие годы бегал по конференциям или по различным церквям. Ел с разных столов различную пищу. Но так и не научился слушать тебя. В тишине и славе твоей святой субботы. И в тишине и славе твоего святого покоя. Я молюсь сейчас во имя Ишуа, Царя Славы. И я прошу тебя, прими исповедь мою. Прими покаяние мое. Притроном твоей славы. Преклони ухо твое. Призри на молитву мою, Царь Славы. Отец Небесный во имя Ишуа, Сына Твоего. И услышь мою покаянную молитву. Я так хочу слышать твой голос. Я так хочу восстановить взаимоотношения с тобой. Там, где я отошел от первой любви к тебе. Верни меня к ней. Я прошу тебя во имя Ишуа. И я согласен сделать первый шаг. И войти конкретно в пустыню, чтобы подойти к твоей святой горе. В пустыню очищающую, очищающую, освежающую, освящающую меня в тебе. Введи меня в эту пустыню. Где ты научишь меня мало-помалу приближаться к тебе во имя Ишуа. И я согласен перейти ко второму так же шагу, Господи. Когда ты начнешь призывать меня, чтобы я подошел к славе и присутствию твоего святого огня в твоем вечно несгораемом горящем терновом кусте, который когда-то видел Моисей вместе с ангелом Господнем. Я согласен на этот второй шаг. И я так хочу слышать твой голос. И я отдаю тебе полностью свое сердце, всю свою волю. Переплавляй меня и очищай во имя Ишуа. Я согласен и на третий шаг, Господи. Подойти к этому огню. Чтобы полностью приложиться к завету твоей славы в сыне Ишуа. В полном посвящении во имя Ишуа. И я согласен идти далее и сделать четвертый шаг, Господи. И когда ты видишь, что я согласен подойти к славе твоего горящего тернового куста, к славе твоего святого присутствия, к славе твоей святой Скинии, там, где вечно обитаешь ты и твой сын Ишуа и Дух Святой. И я хочу, чтобы ты начал со мной говорить. Я умоляю тебя, Отец. Прости меня все. Прости мне все эти годы жизни, которые я провел бесцельно без тебя. Дай мне, научи меня слышать тебя. И вот ты, Господи, начал говорить в мое сердце. Я верю в это. Даже, может, если я и не слышу, но я принимаю это с верой. Чтобы я полностью распял свою плоть. Это последний шаг к моему восхождению к тебе. Я полностью отдаю всю свою плоть тебе, Господь. Разум, волю, эмоции, сердце, чувства. Я все это отдаю тебе, Господь. Свой дух, душу и тело. И я прошу тебя. Поставь меня на твоей святой земле. Чтобы я лицом к лицу имел постоянное общение с тобой. В славе твоего святого присутствия. Чтобы то, что мне принадлежит, ты кормил меня этим, давал мне. И чтобы я безгранично в твоей любви отдавал это другим людям. В полном служении и повиновении пред тобой. Царь славы, Отец Небесный, в твоем сыне Ишоа. Прошу тебя об этом. Я молюсь во имя Ишоа. Царя славы. Я прошу тебя, Господь. Я прошу тебя об этом. И ты привел мне сегодня места из твоего святого письма, из твоей святой Торы. И я прошу тебя, дай мне сделать эти шаги веры. Прости меня за все. Ты знаешь все, что у меня внутри. Приведи меня к твоей святой горе. Дай мне взойти на нее, Господи, и стоять на твоей святой земле. И пить из родников твоей славы в сыне Ишоа. Я молюсь во имя Ишоа, сына твоего. И я отдаю тебе полностью всего тебя. И жду, жду, мой Отец, когда ты сам, без всякого посредничества, начнешь поить меня и кормить. Дабы я делился этим с народом твоим. Почитал каждого из среды твоего народа, на кого ты также изливаешь помазание. И чтобы я занял свою полноправную часть в твоем теле. Открой мне мое призвание. Говори со мной. Приводи в мою жизнь тех людей, которые будут от тебя. А все, что не от тебя, убери от меня, Отец. Во имя Ишоа. Я согласен полностью встать на твоей святой земле. Лицом к лицу говорить с тобой и исполнять твои повеления. Я так хочу тебя слышать. Любимый Отец Небесный, прикоснись ко мне. Во имя Ишоа, Сына Твоего. Я так хочу иметь с тобой глубочайшие взаимоотношения. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из вас в возрастании и познании святого Бога. И пусть эти семена Его любви посеются у вас, которые Он сейчас изливал через эти видео, и начнут возрастать. Чтобы каждый из вас стал большим, ветвистым, таким плодовитым деревом, по теню которого могут укрыться многие-многие. Это дано каждому из вас. По обетованию, по завету славы. Это дано каждому из вас. И каждого из вас Бог хочет сделать великим сыном, великой дочерью. Почему я говорю великим? Потому что через каждого из вас Он хочет прославиться. А все, что Бог прославляет, когда изливает свою славу, оно становится великим в Его глазах. Я не говорю о том, когда человек становится великим в своих глазах. Это другая природа. Это не Божья природа. Все, что Бог начинает прославлять, становится великим. Ищемором Рабикеев. Неважно, кто ты. Но если ты в полном послушании перед Ним, Он сделает тебя великим человеком. И Он прославит тебя в славе своей. Дабы Его слава текла нескончаемым потоком. Через всю твою жизнь. И придя к Нему, Он скажет тебе. Как я тебя люблю. Ищема геккеях. Когда-то ты решил отдать полностью всю свою жизнь мне. Получи награды моей любви здесь в вечности, но вечно и навсегда. И прибудь со мной. И так будет, друзья. Во имя Ишнего Царя Славы. Будьте благословены. Аминь. Продолжение следует...